Здравствуйте! Имена многих ульяновских динамовцев золотыми буквами вписаны в историю отечественного, да и мирового спорта. Благодаря им большой спорт и пришел наш город, да здесь и остался. Но мало кто знает, что первое всесоюзное золото для Ульяновска завоевал легкоатлет, марафонец Михаил Горелов. Он же впоследствии стал первым ульяновским мастером спорта международного класса. Здесь же в Ульяновске он воспитал нашу рекордсменку мира Раису Садридинову. О прославленном ульяновском динамовце Михаиле Анисимовиче Горелове наш рассказ. Свои первые километры будущий чемпион Миша Горелов начал наматывать еще в школе. Вернее, до школы. Из родной Вишневой поляны до Егоркинской средней школы. 7 километров туда, 7 обратно. Летом пешком, зимой на лыжах. Было это в Октябрьском районе Татарской АССР, как тогда назывался Татарстан. А на свои первые соревнования в соседний Нурлад Миша приехал на лошадки. Скинул чесунки, привязал к лаптям лыжи и вперед за первой наградой. Мне преподаватель дал нагрудный номер, объяснил, значит, в какую сторону бежать на лыжи, значит, туда-сюда. Там контролеры были, поворот показывали, все. Ну и, короче говоря, все соревнования кончились. Я пробежал, значит, сел обратно и домой приехал. А в понедельник мне преподаватель говорит, ну, ты чего же, говорит, не остался на награждение. Я говорю, какое награждение? Ну, и третье место, оказывается, я занял. И вот мне казалось, вот это первое, первое, вот это, что я начал, вот, как говорится, заниматься и скультурой, а не спортом, конечно, все. Вот это толчок, наверное, было мне все. Похожи сверхдлинные дистанции манили Горелого с юности. Совсем скоро школьник Миша, наслушавшийся агитаторов, соберет котомку и рванет строить город юности Комсомольск-на-Амуре. Ведь на ближний и любимый на Дальний Восток всего-то ничего. 15 суток по железной дороге от Казани до Хабаровска. Песня «Стальние» Сменят слова прощальные, Пусть много есть широких и солнечных дорог. На лучшая дорога в края седело много, На близкий и любимый на Дальний Восток. На лучшая дорога в края седело много, На близкий и любимый на Дальний Восток. Меня не пугало, интересно. Я почему, я говорю, я же в детстве привык уже, как говорят, о трудности. У меня в детстве очень, как говорят, трудно было все. И голодовка была, значит, все. Тогда у меня, когда отца забрали в 41-м году, Четыре года мне тогда было. Я кого только помню. Я помню отца, как посадили на телегу в 41-м году и увезли. И с тех пор я его не видел. Через три месяца пришла похоронка, что ли, пропал без вести. Вот. А нас... На фронт, да? Да. У меня еще два брата было старше меня. Два брата. Где я только тогда в детстве не работал, я говорю, И на лобогрете, и на комбайне. И чего только интересно. Все я прошел там в детстве. Надо было нам выжить. Это ведь такая голодовка была по Волжи тогда. Вот. Только одно спасение было, значит, нас приняли в другую деревню, Откуда была мама у меня. И вот пасти коров. И вот это наше спасение было все. Вот. Там нас кормили, по домам мы ходили, потом на ноги встали. И потом мы вернулись назад, обратно в Вишневу поляну. Вот. Тогда уже обратно вернулись. Это уже было, да. И пошло интересом вот эта школа, туда-сюда. Вот. Так что поэтому насчет трудностей мне вот так по горло хватало. В городе юности Горелову повезло. Старшие ребята хоть сперва и отшили настырного новичка, Но потом его все-таки взяли в бригаду, Зачислили в фабрично-заводское училище, Поселили в общаге. Там же Миша увлекся спортом. Записался при первой же возможности сразу в пять секций. Явление висит. Набирается, значит, там в секции. В секции, значит, тяжелой атлетики, секции бокса, секции борьбы, секции туда-то все. Ну, я записал на борьбу, то есть на бокс, потом на штангу, на легкой атлетике, лыжи, еще куда-то волейбол. Все одновременно. Ну, а как же. Вот. Не все хотел, а все. Вот. Ну, занятия начались, я туда-сюда, значит, все. Вот. А я, когда переносовое училище провели по лыжам, А я выиграл, это первое место. За один день, два раза бежал, и я выиграл. Вот. И потом, значит, мне с бокса нос разбили, Штангу я поднять не мог, определенный килограмм. Перепрыгнуть через веревку, значит, по легкой атлетике нет, не получается. И мне преподаватель Попов говорит, нечего тебе бегать, вот твои, это ты, говорит, это самый должен на лыжах. Он мне дает лыжи, дает палки, я тренируюсь. Потом, знаешь, среди юношей, значит, были соревнования, значит, вот. Я выиграл, вот, эти соревнования. Он говорит, видишь, нет, чего ходить тебе куда-то, и занимайся лыжами. Закончил я вот это ПОЗО, получил высшую оценку, значит, пятый разряд, это самый высший разряд было. Остальные все четвертый разряд там выходят. Ну и на завод я попал после окончания. Надо было два года отработать, потом тебе дадут документы, можешь ехать домой. Два года обязательно надо было отработать. В общем, я на завод попал. Ребята там очень хорошие лыжники оказались. Они меня хорошо приняли в секции. И вот так я с ними, под их руководством взрослым, я тренировался на лыжах. К армейской службе наш герой подошел уже с приличными спортивными результатами. Так что на призывника Горелого пришла персональная разнарядка из Хабаровского спортивного клуба армии. В общем, знай, тренируйся, да оттачивай мастерство. И так все три года. Не служба, а малина. Ну я туда попал, думаю, все, я теперь буду заниматься. Целый месяц около Томбочки простоял дневальным, да, потом присягу принял. Вот, месяц проходит, я не могу попасть на тренировку. Два месяца проходит, я не попадаю. Я через этих людей даю, значит, говорю, так и так просьба, скажите там вот и там вот. То есть, короче говоря, полтора года, полтора года занимался очень мало. А тогда три служили, да? Три, да, три. Вот, а потом уже начались соревнования, там еще комсомольские кроссы Дальнего Союза военного округа. Я там призера попал, потом, значит, меня включили в состав сборной команды округа на вооруженку ехать. И пошло-поехало. И у меня немножко служа полегче стало. В общем, после полутора лет на Тумбочке, в нарядах и караулах, Фортуна снова стала улыбаться Горелову. Наконец, открывалась дорога в большой армейский спорт. Правда, проходила она от казармы до стадиона через полгорода, который нужно было пройти в военной форме и без увольнительного. То есть так, чтобы не попасть на патруль и большие неприятности. И однажды Горелов попал. Правда, спорт и тут выручил. Нет, не титул чемпиона округа, а умение хорошо бегать. Вот, я убежал, почему-нибудь, думаю, блин, так случайно, я-то иду с самой центральной улицы после тренировки. Тут авиатор, блин. Один майор и два, значит, солдата. Увольнительное я им не дал, но нет увольнительного. Служебную книжку я им не дал. Майор говорит, часы снимите. Я говорю, часы не дам тоже. Ну, тогда комендатуру ведите его. Вот, может быть, часы отдал бы, может быть, отпустили они. Вот, тогда, даже тогда. Тоже как рейкет такой, да? Да, вот. А сам в ресторан пошел. Они вышли из ресторана, и он обратно туда. И это солдат, и один рядовой, они меня в комендатуру ведут. Я говорю, ребята, отпустите, я говорю, все. Ну, скажите, что он убежал. Ну, да, говорит, один старший, я почему, думаю, у него шинелка сзади пятно, значит, он автомат таскает, интересно, все. А у этого новенькая шинелка, все. Вот, я говорю, ну, отпустите, убежал, интересно. Ну, тогда уже в округе у меня никто не выигрывал, уже все. Я чемпионом округа был неоднократно, а потом в комендатуру здания я дохожу, старший пошел вперед, а наичок остался сзади, я развернулся и давай бежать. Убежал. В родную Вишневую поляну Горелов вернулся только спустя пять лет после армии, да и то ненадолго. Там самогон хоть море, вот. Я так посмотрел, думаю, я здесь пропаду. Работа какая была. Если бы я там остался, я пропал бы, я там. Вот, пропал бы. В чем интересно? Одноклассники, одногодки, интересно, там уже все стариками стали. То время, то время, вот. Хотел я, значит, меня, вы хотели устроить, у меня сахарный завод. Там в Нурлате есть сахарный завод есть. Вот, инструктор им, кем интересно, все. У меня ничего не получилось, не нашли места. Потом отправили меня в Казань, туда, это, в комитет, спорткомитет. Посмотрели, посмотрели, говорю, слишком ростом маленький, туда-сюда не может быть, чтобы он такой результат имел. Вот. Ну и потом я написал сюда в Ульяновск спорткомитет. Вот. Потом от «Спартака» я получил приглашение на работу. И от общества «Динамо» получил. Ну, я думаю, все, «Спартак», не знаю, какое общество. Думаю, все-таки я в «Динамо». И вот в 61-м году, в мае месяце, я сюда пришел. Приехал в Ульяновск. На пятачке у «Кривого дома» в начале 60-х не было еще никакого «Кривого дома». Зато была «Динамовская» спортплощадка. Универсальная, всесезонная. Пристанище здесь нашли и бокс со штангой, и волейбол с легкой атлетикой, и гимнастика с городками. Здесь же нашел пристанище и прибывший в Ульяновск молодой перспективный спортсмен Михаил Горелов. Здесь он был оформлен плотником на ставку в 52 рубля в месяц. Здесь же тренировался, здесь и жил. За фанерной перегородкой в раздевалке. Несколько аскетично, конечно, зато удобно и практично. Правда, зимой очень холодно. У нас в 61-м же году образовался общество «Динамо» российское. Не центральный совет «Динамо». Центральный совет «Динамо» был уже. А в 61-м году он образовался российский совет «Динамо». Когда уже я показывал результаты, когда уже приглашали меня на «Динамское соревнование», вон они здесь, тут все это самое. Ну, я там, значит, выиграл, 3 дистанции я выиграл, выиграл. И мне оттуда дали 80 рублей ставку инструкторскую. Когда уже я мастера выполнил, интересно, был такой Козловский был, Филипп Казимирович, председатель область комитета. Вот он мне пробил это при помощи «Динамо» туда-сюда, и квартиру на Можаевском пробил, интересно, все. Да не квартиру, а коммуналку еще. Квартиру, квартиру. Практически все спортивные успехи Михаила Горелого связаны с именем тренера Александра Агрыскина. Нашли друг друга на соревнованиях в Ростове. Да так и проработали вместе всю жизнь. Один в Ульяновске, другой в Рязани. Занимались по переписке. Агрыскин присылал индивидуальные планы тренировок. Горелов отправлял отчеты о проделанной работе. И ведь не было тогда ни скайпа, ни сотовых телефонов. Намотав очередные километры, надо было брать ручку и бумагу, и писать письма. Да еще ездить на выходные в Рязань. Естественно, за свой счет. У меня даже до сих пор есть план тренировок, который он мне присылал сюда. Он присылает сюда мне план тренировок. Я ее изучаю. И потом, значит, я даю, значит, но раз он пишет, что, значит, так надо делать, я так и считал, что это так и нужно делать. И вот так я по плану и тренировался все. Иногда бывали, значит, такие тренировки, что мог я поехать в Рязань на большие тренировки. На выходные обычно. Ну да, вот, ну да. Ну а что тогда интересно? Билеты уж не ахти. По тем временам 9 рублей доехать до Рязани. Вот, в пласткартном вагоне. Вот субботу сяду. А я знал, что в воскресенье у них всегда большие тренировки. Народу у них всегда много собирало все. Вот. Ну, бывало все. Вот. Вот эти тренировки, как поездки, поездки, я познакомился со своей будущей женой. Она тоже у нее же тренировалась. Вот. Бегать ежедневно по 40 километров просто невозможно. Да и никакой обуви не хватит. Но и пробежать 10, 15, 20 километров за тренировку невероятно сложно. Хотя бы потому, что негде. На пересеченке в лесу можно повредить ногу. На стадионе со счета собьешься, да и голова закружится. Остается шоссе, где запросто может сбить машина. Горелого, кстати, дважды сбивала. Да и ноги на асфальте, как говорят спортсмены, забиваются. Ну, а куда же деваться? Я ехал на сборы, куда-то на сборы ехал, на учебнику тренировочного сбора. Или по линии «Динамо», или по линии спорткомитета «Союза». Вот. Я субботу пробежал здесь, Сороковку пробежал, 40 километров. Пробежал, а потом я уже до Рязани доехал, думаю, давай-ка я остановку сделаю. Вот. Остановку сделаю. Ну, сделал остановку, прихожу, там целая толпа. Я говорю, Александр Федорович, вы чего сегодня бежите? Давай, переодевайся, с нами побежишь. Оказывается, они 40 километров бегут. Вот. А мы, знаете, 20 километров добежали, и я проголодался. Я уже есть хочу. А есть-то нечего. У меня в кармане... Ульяновский последний раз поедет, да? Ну, там я поезды три, чай попил, интересно, все. Но я не думал, что я с ними буду бежать. Но как я откажусь, когда такая компания? Разве это мечтать надо, елки зеленые? Тем более он сам бежит. Вот. Он сам бегал постоянно со мной. Вот. Я у него спрашиваю, я говорю, Александр Федорович, сколько... Я проголодался, я говорю, все. Сколько... Это бегу, да? Ну, да. Сколько еще осталось? Говорит. Ну, потерпи минут 25. Я говорю, а что? Там будет, это самое, столовая будет. Мы туда забежим, ты попьешь. Вот. Ну, думаю, терплю, терплю. Добежали до столовой, а там замок висит. Закрыто. Вот. У меня все интересный отказ, думаю. Но они все вместе, бежим, мы вместе. А потом, смотри, на дороге, блин, вот яблоко лежит. Я успел ее прихватить. Поел, и потом, как говорится, потом говорит, ты что, притворялся, что ли? Я говорю, почему? А почему это после яблока, интересно, тебе никак не могут держать, интересно все. Ты вперед, говорит, все, кинул нас, все. Я говорю, я не знаю, говорит Александр Федорович. Я не притворялся, действительно, я проголодался. А вот это яблоко меня выручало. Рациональная техника бега позволяет спортсмену экономно расходовать энергию и поддерживать на протяжении всей дистанции высокий темп. Он нашел для себя оптимальное сочетание длины и частоты шагов. Там все говорят, интересно, вот начинается марафон с такого километра. У нас же много специалистов, интересно, комментаторы особенно говорят, вот начинается марафон туда. Да ничего не начинается, марафон начинается с первого километра. Если ты готов, да, одно удовольствие бежать. А если ты не готов, интересно, все, это уже мучение. Один раз я в жизни бежал в 60 километров. Это было из Гагра до Сочи я бежал. Обычно после сезона, значит, такие сборы делают. Все общества или республика делают. Как типа, значит, типа отдыха. Сезон заканчивается. Многие участвовали много, значит. Ну, делали такие сборы. Сборы делали в таких городах, как Сочи, Гагра, там все. Ну, и мне один раз, мне тренер говорит, Александр Федорович, тот, говорит, поехали у Гагры. На электричку поехали. Потом чайку попили, там интересно. Там, давай, говорит, этот самый Горелов, до Сочи бегом. Я говорю, как это бегом? Да давай начнем бежать. Давай. Да давай, ну, давайте, давай. Пробежали. Бежим, бежим. Пробежали эти поселки. Потом Леселизы пробежали. Бежим так по 4 минуты или, не знаю, нормально. Дадлер добежали. У Нейрмак зашли. Потом где-то кофе попили. Туда-сюда, значит. Потом уже, а там как пошли вот эти горки, тещинь язык там, добегают перед Сочи, интересно все, как пошли. Там еще есть, ну, одни, пересеченка пошли, все. Но я выдержал там, интересно, все туда-сюда. Потом смотрю по столбам, где 60 километров, говорю, Александр Федорович, все, я говорю, больше я не могу бежать. Вот. Да ладно, я говорю, не ладно, точно. Там был еще лагерь такой, международный молодежный лагерь. Вот. Международ, да. И там еще стоят эти толпа. Вы, говорит, вы откуда бежите? Ну, когда уже я остановился, я говорю, из Гагры. Это вы бежите оттуда? Ну, в общем, короче, за 4 часа я пробежал ее. Вот. Но больше ни разу не бежал. Больше. Вот. Большой спорт, большие ставки и большой выбор, который когда-то приходится сделать многим большим спортсменам. Настал такой час и для Горелова. И он сделал свой выбор. Пожертвовав, как оказалось, олимпийскими медалями, остался спортсменом и человеком с большой буквы. Бывают сложности вот в игровых видах спорта, например, чтобы в сборную попасть и остаться, нужно клуб сменить. В индивидуальных, возможно, где-то предлагают поменять тренера на каком-то этапе. Было что-то такое? Было. Был такой, значит, тренер был Никифоров из Питера, Ленинграда. Это тренер Куца, нашего великого бихуна Владимира Куца. Вот. Когда в 65-м году я союз выиграл, вот, на сборы приглашал, даже до этого было мне, значит, он говорил, что переходи ко мне в группу. Конечно, я отказался от этих услуг, вот. Думаю, интересно, ну как я могу, когда человек, как говорится, этот человек меня воспитал, я международник выполнил, союз выиграл, вот. Вот. И даже в 64-м году, по-моему, я России по марафону выиграл, но как я могу перейти к другому тренеру? Видимо, я нашел, как говорится, это врага в лице этого главного тренера, значит, сборной Союза. Не прошло без следа? Вот. А как же, он меня на сборы не приглашал. Я чемпионом Союза был, он меня на сборы не приглашает. Вот. Вот. Было такое дело. Вот это тренер, даже главный тренер был, Коробков был, интересно, все видели, мой бег, видели, все нормально, все нормально. И даже они, опять же, меня на сборы не оставили. Я сам подходил, просил, говорю, оставьте, пожалуйста, на прикидку. Вот, будут они делать прикидку или нет. Люди поехали, те, которые слабее, намного. Мы слабее были. Ну, как, например, мой тренер говорил, я бы, говорит, призер был. По подготовке, по результатам, говорит, я, говорит, это даже он, у меня, у меня по интернету интересно, у меня есть записи, говорит, он, говорит, он мог быть призером. Вот. Был бы. Неудачно получилось. Se requirieron largos años de intensa preparación, pero ahora representantes de 119 países participan en el mayor encuentro pacífico de la juventud que el mundo ha visto. Звездный час Михаила Горелова настал уже на финише его спортивного марафона. Спустя два года на Кошуцком марафоне неофициальном чемпионате мира. Пришедшего вторым серебряного призера Олимпиады Горелов сделал на 600 метров. Рекордсмена мира, австралийца, даже не знает, насколько. Неприлично много. Тот бег Горелову никогда не забыть. Пятерка начала. И начали они меня тормозить. Один выходит, оказывается, там кто-то из, как говорится, отстает. Или японец отстает, или австралийец отстает. Ну, начали они тормозить немножко, знаете, от шоссе на обочину. Вот. Но я им тоже рукой показываю, что за интересное. Туда. Вот. Ну, и потом я... Ну, да. Ну, не толкает вот так спиной. Ну, так, прижимает и все. Ну, и потом я с 25-го километра по 30-й, 5 километров по 3 минуты я врезал. Вот. Они как отлетели от меня. Вот. Там, значит, едут, там показывают, пишут на доске, сколько метров разреза. Вначале 10 было, потом 15 было. Потом 100 было. Вот. Потом, знаете, 120. То есть от меня они уже все, как говорится, и уже я 35-й километр забегаю в город, уже все. Вот. Там остается несколько, по 19 километров по городу надо бежать. И тут мне, как говорится, начали в болезнике на мне, как говорится, все. Тем более я бежал гербом Советского Союза. В 68-м году когда что-то там было в Чехословакии. Два года прошло после ввода войск. Да. И они начали на меня орать, кричать, как говорится, все. И почти на трамвайной линии меня затолкали, вот все. И мороз, тут тот самый дождик идет. Буксовать я начал немножко, значит. Ну, а рот, а рот, я не знаю. Наверное, на трамвайных линиях и скользко. Мазот, вот им, да. И они мне кулак показывают, думаю. Или, думаю, меня догоняют. И уже тут эти корреспонденты, журналисты, они уже уехали. Уехали уже все. Там вот эти повороты пошли, значит, все. Добегая до 40-го километра, значит, никто меня не обгоняет. Ну, думаю, обгонят один. Но вторым я буду. Если обгонят второй, третьим-то я буду. И потом, интересно, все. Я добежал до стадиона, где мы стартовали. Пробежая 200 метров. И, значит, и финишной ленты нет. Ничего нет. Я остановился. Остановился, я стою. И потом начали они мне пальцем круги показывать. Я ничего не могу понять. Потом один мальчик подбегает, говорит, вам по стадиону еще круг бежать надо. Оказывается, по стадиону надо было бежать 600 метров. Но этого я не знал. Я вот это пробегаю. Остается 50 метров до этого финиша. И вот здесь как раз вот эта самая картина. И вот это бежит, никак не может мне венок одеть. Интересно все. Я уже тут тормознул, смотрю, интересно все. Надо в венке финишировать. Ну да, чтобы он был одет, интересно все. И финишировал. И потом только, знаете, гяпонец появился после шестивых. Ну, 600 метров я у него выиграл. Оказывается, 600 метров. А двумя годами ранее в Чехословакию были введены войска стран Варшавского договора. Советские войска, как говорят сейчас, да и тогда тоже разницы никто не делал. Конечно, спорт далек от политики. Насколько далек, Горелов, бегущий в майке с советским гербом, хорошо запомнил уже тогда, в 70-м. Нас даже на банкет не пригласили после этого. Победителей. Да. А не, был банкет, но мы опоздали, машины не было. Опоздали там же. Сделали так, чтобы не попали. Ну да, там, значит, вот и японец был, и югослав был, и потом австралийц с женой было. И больше никого участника не было. И мы, значит, все. Мы там посидели с представителем, интересно, вот, руководителем команды. И потом ушли в номер. Посидели вот так. Посидели-то где? Там. А, ну, с опозданием просто. Ну да, поставили дополнительно. У тех, значит, флажки такие маленькие, у нас даже флажка-то не было. То есть, короче говоря, меня, нас не ждали. Обидно было? Обидно. А как же не обидно, елка зеленая. За свою спортивную карьеру Михаил Горелов дважды обогнул земной шар. И не всегда его дистанции были гладкими. А награды, как смеется Михаил Анефимович, бегал за дипломы и грамоты. Сейчас такое даже трудно поверить. Хотя были исключения. Например, за Кошицкий марафон мира ему дали большую статуэтку марафонца. И даже выписали премию. 125 рублей. А еще была большая хрустальная ваза, которую потом разбил любимый кот. На счастье, конечно. Нет, я уже в 1972 году закончил свою, как говорится, перешел на тренерскую работу. А не было мысли, что вот все-таки еще попасть на одну Олимпиаду? Да нет, 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 нет. Медаль была? У меня не было все. Что-то мне хватило уже беготни. Я говорю, уже почти два раза пробежал вокруг земного шара. Все уже. Сейчас спрашивают, почему не участвовать по ветеранам? Я говорю, кто не добегал, они участвуют. Я говорю, мне как интересно в детстве. Я кельку наелся, значит, жирный кельку. Я теперь ее терпеть не могу. Так и так вот сейчас пробегать к нему. Есть у меня мыслишка сейчас? Когда новый Манеж открыли, может быть, думаю, попробовать? Я говорю, по ветеранам побегать. Думаю, все, не знаю. Но это точно не марафон. Если буду бегать, это от силы 490 метров. Спустя несколько лет вспыхнула звезда тренера Горелого и созвездия его учеников. Алексей Лягушев, Владимир Рябов, Рашид Ибрагимов, Анатолий Васильев, Раиса Садридинова. Она и Алексей Лягушев, так же, как и их тренер, стали впоследствии триумфаторами Кошицкого марафона мира. Знакомьтесь, ульяновская спортсменка, мастер спорта международного класса, чемпионка страны, рекордсменка мира в беге на длинные дистанции Раиса Садридинова. Она начала заниматься легкой атлетикой 10 лет назад. В 76-м году стала мастером спорта. В 82-м впервые приняла участие в женском марафоне. В 83-м установила новый мировой рекорд в беге на 10 тысяч метров и недавно стала первой советской спортсменкой, выигравшей международное соревнование в марафонском беге. Сегодня она тренируется со своим товарищем по сборной команде страны, ульяновским марафонцем Игорем Ефимовым. Ежедневно Раиса Садридинова пробегает 35 километров. Это ее обычная тренировка. Первый раз он меня пригласил на тренировку, на проверку на тренировку. Обычно он проверял так, и сам еще в то время он бегал, он с нами бегал, и провел меня минут 40-50 бегал. Я не стонала, как обычно, не жаловалась, пробежала. Ну, мне тяжело было, конечно, но я молчала. Она пришла мне когда, 23 или 2, 4 года было. То есть уже возраст серьезный? Да, конечно. И, как говорится, первая проверка была интересная. Я проверил на кроссе 42, то есть 40 минут. Мы с ней побегали, не раз, я говорю, она не пикнула. Ну, думаю, и все, работа пошла. Тренировки мы с ней делали, очень большие нагрузки делали, очень большие, вот. Сам я делал большую нагрузку, значит, уже когда, сам я даже выступал, а после уже делали. Вот представьте себе, значит, 7 раз по 1000 бежать из 3 минут. Мужики так не делают. Она делала. Мастер спорта международного класса, чемпион и рекордсмен мира, призер Кубка мира, 18-кратный чемпион России и трехкратный чемпион СССР Раиса Айсяновна Павлова-Садридинова пошла по стопам своего наставника. Тренирует ребят в школе Олимпийского резерва. Многое из тому, чему учил ее Михаил Анисимович, передает своим ученикам. А что-то вспоминает с улыбкой. Ну, не разрешала гулять с мальчиками. Это у него было. Закрывал на замок. Например, у нас отбой. Закрывал на замок, утром на зарядку открывал. Это у него было, да. Но я уже такие вещи... Хотя девочки есть девочки, нам хотелось и пообщаться. И все-таки девочки молодые были. И дружить. Но это он не разрешал. В этом отношении он жесткий был, да. А без этого никак нельзя. Результатов не будут. Когда у меня девчонки тренировались, я говорю, все. Я их иногда в гостинице под замок закрывал. Но они у меня убегали. Окно открывает, убегает. А почему? Потому что, я говорю, когда приезжаю на соревнования, там ребята, значит, начинают, интересно, все. Говорят, у кого тренируетесь? У Горелого. Тогда я говорю, все, бесполезно. Потому что, говорит, у нас, говорит, это самое... Ну, а без, как говорится, дисциплины, это дохлый номер. Результаты не будут. Результаты не будут. Я росла без родителей. Я росла без родителей. Меня воспитали бабушка с дедушкой. Для меня, когда я приехала в Ульяновск, когда я стала у него тренироваться, он для меня все был. И тренер, и отец. Если бы вы не встретили тогда Горелого, у вас сложилось бы, как вы считаете, спортивная карьера и вообще жизнь на ней? Мне кажется, нет. Вы своих воспитанников чему учили, что им говорили? Наверное, ведь не только какие-то спортивные были требования, но даже житейские по жизни что-то, какие-то советы, наставления. Было такое? Я хотел, чтобы они людьми остались, не только спортсменами. У Михаила Анисимовича немало наград. Наверное, могло быть и больше. Но главное, марафон Михаила Горелого в жизни удался. Ведь его эстафету приняли его ученики. А в их наградах есть цена таланта и мужества, заплаченная мастером за каждый километр своей, да и их дистанции. Над спортивной ареной капризное солнце, И удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, Этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет Того, кто хочет нам добра, Того, кто нас выводит в люди, Кто нас выводит в мастера.